Есть такая порода куриная, голландская, курчаная. Это славяне практичное, или немцы. У них есть и курица, то куриная порода зачем? Курица, курица. Зачем? Зачем курица? И яйца. Яйца, мясо, пух, пирог и так далее. Где он? Армантичные голландцы вывели для красоты породу курицы. Редкий мутантек, у которого нарушена нормальная структура строения пера. Каждый пирог вообще нормальный. Птица, пирог как устроен? Ну, так оно и устроено. Вот роговые стержни, ну, вот так отходят роговые воротки. Вот эта часть пера, покрытая воротками, называется апахалма. Ну, пире вы наверняка все раз в жизни держали в руках, немножко представляете себя. А случай эта мутация, которая нас интересует, стержни не строится по прямой. Да? Откриваешься. А скажите, пожалуйста, представляете себя, какую форму имеет каждый голос у человека, родиной которого является южная часть Африки? У нас свои волосы прямые. Они измельчные? Пружинные. Вот такая. Распримить эту пружину нельзя. Она просознана. В каком случае возникает пружина? Кстати, интересный вопрос. Надьбе домашняя работа. Представьте себя, если у вас, вот она, волосяная шахта, здесь корень волоса, вот здесь рождаются волосы. Вот здесь сидят клетки, которые его строят. Что это такое должно произойти с корнем волоса и с шахтой, для того, чтобы не прямой сдержанью выталкивался, а пружина. Ну, не помню, а там не помню. Не, не в этом. Шахта должна измениться, так, чтобы... Форма шахты – это одно решение. А второе решение, если мы прямо сверху смотрим, вот шахт круглая, да? Вот сидят клетки, которые синтезируют кератин, основное вещь про волоса. В нашем случае клетки активны со всех сторон одинаковые или нет? Нет. У нас волосы прямые. А, если там... Каждое время будет... Разобьем шахты не отталкивает. На первом этаже более активна вот эта группа клеток, на втором этаже более активна вот эта группа, а эта неактивна. На третьем этаже более активна вот эта группа, а эти две неактивны. В результате будет ее волос равномерно отстраиваться со всех сторон. Нет. Он выдаст вас. Как раз он его выдаст форму сперва. Почему мы на этом остановились? Дело в том, что подобная мутация существует и у птиц, поэтому пирог будет выглядеть таким фантастическим образом. Такое ощущение, что этого петуха залили на бегутин. Видел я так легко, производит впечатление странноватенькое. Ощущение, что курицу скрестили с пуделем. Ну, потому что он курчавый, и все это торжеет в разные стороны. Вот такая голландская курчавая. Все классно. Хорошо известен ген, мутация которого приводит к такой деформации пера. Но при этом оказывается, что если уже такой ген есть, он один. Это хорошо правильно. То у всех таких курк будет язва желудка, будет астма, будет гормональное нарушение, и будет крайне низкая полдовидность. Полдовидность упадет там, в должное туда. Пожалуйста. Имеем один ген, а сколько признаков оказывается с ним связано? Один или больше? При этом признаки как-то очевидно связаны между собой, или вроде бы совершенно не связаны. Вроде бы совершенно не связаны. А, да. Такой случай будет называться множественное действие гена. Множественное действие гена. То же самое, совершенно неименый виски случай. Хотя очень конкретно. И здесь уже дело в данном примере. Не в какой-нибудь генетике, а в чистой физиологии. Кто может объяснить, а зачем вообще курица внушим перья? Ну, может быть, за защитой. Курица первая. Это слой термоизоляции. Температура тела какая? Курица. 38,5. Выше всего у нас. У всех птиц очень интенсивный обмен. Температура 38,5. Петушка. Теперь, если у вас все птицы, вот такие, они могут плотно прижаться друг к другу или у них не выйдет? Не выйдет. Не выйдет. А это значит, оперение такого петушка продувает с трудом или очень легко продувается? Очень легко продувает. Птицы не могут прижаться друг к другу. А это значит, его тело очень быстро терять тепло. То есть, грубо говоря, он все время мерзнет. Если вы мерзнете, что надо делать, чтобы организм все-таки получил побольше энергии и выжил? Вот. Дышать. Дышать. Значит, а для того, чтобы двигаться, сколько топлива потребует клетки в вашем теле? Больше. А это значит, сколько есть вы будете. Больше. Больше есть и больше дышать. Если эти условия выполняются, вы можете больше двигаться и создать больше тепла. Это понятно? В результате берем, значит, петушка, который с таким, переним, с самого детства. у него совершенно зверский аппетит. Лоб это он, бог знает сколько, намного больше, чем нормальный аппетит. Почему-то он мерзнет все время. Так? Скажите, пожалуйста, что с шансами развития патологии пищеварительной системы, если у нас есть превышение среди нормальной нагрузки? Он возрастает. Возрастает? Не сразу я взвал. Здесь очень интересный вопрос. Давайте смотри. Сначала легкое нарушение. Потом увеличилось, увеличилось. Скажите, при легком нарушении в работе желудка его производительность возрастет или упадет? Упадет. Упадет. А петушку надо много топлива, а желудок стал бараклить. В результате единственный выход сколько есть? Еще раз. Еще раз. Желудок уже бараклик, а вы повышаете нагрузку на бараклящие органы. Что будет с патологией? Вырастает патология. Возрастает патология, углубляется. Нарушение усиливается. Отлично. Нарушение усиливалось. Как это кажется на производительности органы? Не учится еще. Сколько будет есть? Еще раз. Вот и привет к глубокой затяжной патологии. Не к легким формам, а к тяжелым хроническим формам. Абсолютно такая же история с дыхательной системой. Нагрузка на дыхательную систему выше нормы. Соответственно, риски развития легкой патологии. Возникла легкая патология, производительность уменьшилась. Так, производительность уменьшилась, а что с нагрузками вынуждено делать? Увеличивать. Увеличиваем нагрузки, углубляется в патологию. Хорошо, сделано. Понятно стало, почему проблемы с дыханием и пищеварением. А гормоны-то здесь-то в чем? А дело в том, что одна из деталей пищеварительной системы, называется пузоубличная железа, одновременно является железой, выделяющей гормоны. Инсулина, глюкокон. Парочка важнейших гормонов, которые регулируют уровень крови. А регуляция всех гормонов взаимообусловлена. Нельзя взять и изменить концентрацию одного гормона так, чтобы не повлиять на все остальное. В результате поехала у вас пищеварительная система, вслед за ней поехала гормональная регуляция. Напей, представьте себе такого патуха, у которого все время болит живот, у которого все время одышка, который всегда голоден и всегда мерзнет. Плюс, как мы его еще глючит из-за гормональных проблем. Скажите ему, добарышем или нет, что у него будет с размножением. Да все уже. Да у него задача вообще, дотянуть хоть как-нибудь, да? Поэтому репродукция у него крайне упала. Вопрос, а можно ли получить так, такого жизнерадостного, бодрого и здорового голландского курчавого петуха? Если вы держите в Африке, то да. Да не в Африке, а просто не в Африке, не скупиться и отапливать курятник. Если этот петушок не будет с рождения мерзнуть, он будет нормальным боевой петух, просто вот такой, как баран. Да? Ну и если какой-нибудь из кризнаков находится вот в таком физиологическом какой-нибудь из фенов, то есть форма убирать фенов, это ясно, продиктованно полный петуха в данном случае изменим одного гена. И посмотрите, какой хвост он за собой вытащил. Ну и если вы прилетели на планету Тюрем-пам-пам и стали изучать генетику местных тварей, а признаки оказывается, каждый вытягивает с собой целый пучок взаимосвязанных. Вы в чем-нибудь разберетесь? Вы какие-нибудь мембельские законы увидите? Никогда и никакие. Но нарушают и не нарушаются мембельские законы взаимодействуемые множественные действия генов. Происходит нарушение мембельных? Да нет, конечно, никакого нарушения. Сами законы абсолютно не крепим.